Кировский район Самары, улица Каховская. Небольшой переулок между Домом культуры и спортивным центром. Около недели назад участок в несколько десятков квадратных метров облюбовал неизвестный предприниматель и принялся возводить здесь строение. Несанкционированную стройку обнаружили полицейские в ходе совместного патрулирования улиц с сотрудниками районной администрации. «Стройка, значит, незаконна. Второе, здесь у нас проходит система водоснабжения. В общем, сплошные нарушения со стороны этого человека, но это практически, если хотите, откровенный вызов власти. Он брошен. И власть не может мириться с подобными вещами. Поэтому принято решение вот это самовольное строение снести и исключить подобные действия». Несколько минут и строение превращается в гору дров. Ликвидировать нужно все, вплоть до фундамента. Расходы по демонтажу и вывозу незаконного строения на себя взяли городские власти. Потом их должен будет компенсировать предприимчивый застройщик. Сейчас его поисками занимается полиция. «Собственник так и не был установлен, потому что строительство велось в ночное время. Мероприятие проводится по установлению собственника, потому что необходимо дальше с ним определиться о привлечении его к административной ответственности как по факту незаконного строительства». Благоустройство города – одна из тем, за которую радеют и тысячи горожан. В борьбе с незаконными торговыми объектами принимают участие и общественные советы. Они есть в каждом микрорайоне Самары. «Красота города – это основа для всех жителей. Человек идет по городу, он радуется и может отдохнуть. Но когда вот такие все объекты строятся, во-первых, мы сами видим, здесь нет элементарных санитарных норм». А это улица Нововокзальная. Прямо на остановке общественного транспорта расположился павильон, где некоторое время торговали выпечкой. По данным департамента потреб рынка, квадратные метры здесь это строение занимало также незаконно. Теперь и оно отправится на спецстоянку. «Мы наводим порядок, что город был чистым, благоустроенным, что бизнес был легальным, что человек, который прежде чем начинать вести бизнес, он был законно оформленный, земля была оформлена с соответствующими документами, правоустанавливающие подтверждено. В данном случае идет очистка города от незаконных нестационарных торговых объектов». С начала года силами городской администрации и полиции с улиц города вывезено более 900 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Павел Баймаков, Владислав Гаврилин, Константин Головин, Дмитрий Мешканцов. События.